Говорят, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Насколько прелестные изделия хендмейда можно было оценить на финале республиканского конкурса «Таланты женщин не ведают границ», который прошел в Национальной библиотеке уже во второй раз. Какие таланты скрываются за ликами учителей, поваров, докторов, узнавала наша съемочная группа. В течение месяца женщины со всей республики присылали заявки на участие в проекте, фотографии своих работ, рассказ о себе и своем хобби. Одним из главных условий было то, что их увлечение не должно пересекаться с основной работой. Живопись, бижутерия, вязаные изделия, цветочные композиции – что только не творят женщины в редкие минуты досуга. В момент беременности, когда я ждала первого своего ребеночка, чудом открыла для себя желание писать стихи. Потом я начала писать басни и сказки, и я поняла, что в принципе женщина при желании может многое. И я уверена, что каждая женщина талантлива. В финал были приглашены 19 мастериц. Одна из них – библиотекарь Наталья Менгазова. Свои работы она делает из того, что остальные обычно выбрасывают – бутылки, стружка, туалетная бумага. Поэтому хобби ей обходится недорого. И таким подарком всегда радуются. Данные розы вырезаны из-под бутылочки, из-под шампуня. Просто вырезаются лепестки и обжигаются на свече. И потом даже не обжигаются, они немножко подплавливаются и сами принимают форму нужную. И потом только собрать их надо в кучку и все. По решению жюри, в составе которого мужчины финалистками проекта стали 11 участниц из Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, Комсомольска и Чебоксарского района. Организаторы конкурса планируют сделать его традиционным. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.